всем привет как всегда спасибо вам за то что пишите комментарии под моими роликами благодаря этим комментариям мы с вами общаемся а ничего нет приятнее и полезнее и важнее скажу я вам человеческое общение ну я так скажу я вам как будто я такой какой-то монстр которого нужно слушать внимать ему и делать так как он говорит ничего подобного я никакой не гуру никакой не профессор просто парень из купчина который немножко вырос ну и напомню вам еще раз что если вы хотите какую пластинку увидеть в моих руках то посмотрите в плейлисты там очень много уже всего есть и возможно ваш любимый альбом там уже так сказать показан ну и пишите на самом деле о пластинках которые вы хотели бы увидеть вдруг чудом каким-то получится так что искомая вами пластинка есть моих шкафах я тогда и с удовольствием покажу такое бывает но нечасто потому что у меня пластинка то мало на самом деле то есть и например у меня нет ни одной пластинки группы tool и вряд ли будет когда-нибудь очень много есть групп которые мне не нравятся просто и у меня их дома нет про группу tool очень много меня спрашивают почему нет группы tool почему вы не говорите о группе tool потому что я вообще не понимаю прелести этого коллектива единственное что я могу сказать о группе tool что она очень нравится ренегату гитаристу в прошлом группы король и шут ныне северный фронт это все что я знаю о группе tool нет я ее слышал несколько раз но как-то так я гораздо лучше пластинку нашел чем группа tool у себя в шкафу frigid pink и как раз каким-то чудом в комментариях один из зрителей попросил меня поговорить о группе frigid pink бац у меня то есть одна пластинка их у них всего четыре если мне память не изменяет там какой-то reunion в 2006 году состоялся но я не слышал все эти четыре альбома я слышал они все мне очень нравится но у меня есть одна только пластинка как-то до остальных то ли руки не дошли то ли денег не было то ли желание не было покупать потому что когда приходишь в магазин там за какой-то конкретной пластинкой как правил как правило выходишь двумя другими а ту которую хотел не покупаешь это беда любого меломана и точнее не беда отличительная черта любого меломана я иду в магазин чтобы купить там пластинку сантаны и выхожу с двумя альбомами clash потом в результате вместо одной сантаны ну бог с ним frigid pink шикарный бэнд абсолютно просто вот придраться не к чему настолько он хорош по всем статьям по всем просто это настоящий детройтский рок-н-ролл детройтский рок-н-ролл 1970 года я не ошибаюсь когда вышел первый альбом до 70-м году в том же году вышел второй альбом у них поэтому я немножко путаюсь детройт да все мы понимаем что это такое что это звук группы студжес там и прочие детройт рок-сити как спела и сыграла группа кис в свое время замечательная песня между прочим детройт рок-сити я до сих пор люблю и как-нибудь поговорим о группе кис но сейчас у нас frigid pink первый альбом что я могу сказать четверо парней учащихся учащихся школы еще стали играть рок-н-ролл потому что это было модно потому что это было круто потому что 68 69 год рок-н-ролл уже занял крепко все позиции и на радио и даже на телевидении и я же не говорю о клубах из каждого окна звучал тяжелый рок ну того времени естественно тяжелый сейчас потяжелее нельзя сказать что лучше но во всяком случае тяжелее музыка да стала ну и парни как как и я участь участь в школе собрал локальный инструментальный ансамбль они тоже собрали ансамбль стали играть и наиболее активным членом банды был рик стиверс барабанщик который кстати в 2006 году и собрал reunion какой-то который они слышал еще и в общем играли они по клубам играли тяжелую музыку тяжелый рок-н-ролл и в какой-то момент к стиверсу подошел паренек которую зовут гэри томпсон звали и сказал что гитариста говно группа отличная гитарист говно я лучше играю на гитаре и поиграл понравилось и томсон стал членом коллектива потом присоединился вокалист том бодри и его решили переименовать в келли грина потому что сценический образ такой келли грим это сразу том бодри ну чё таких томов бодри на каждом углу до отеле грим это сразу звезда до менеджером группы стал папа рика стиверса который служил полицейским в свободное время занимался делами группы своего сына ну я думаю что он использовал конечно свои связи в полиции свои возможности и группу немножко так продвинул а мама стиверса опять семейный подряд она тоже увлеклась творчеством сына и отчасти помогла в придумывании названия фриджит пинг сначала был по-моему frozen pink или что-то такое ну типа розовый холодильник что-то в этом в этом роде и она же предложила парням одеваться в розовые костюмы чтобы на сцене это было красиво парни оделись в розовые костюмы устроили световое шоу красивое выступили в одном из клубов в детройте и выступили так хорошо что в скором времени подписали контракт на запись рекорда своего первого и вот он вышел в семидесятом году пластинка получилось как я уже сказал в самом начале шикарная то есть это настоящий тот самый тяжелый рок американский который мы все с вами наверное любим не знаю кто то может быть не любит я люблю старый тяжелый американский и английский рок но английский кстати говоря он более он более узок все таки несмотря на то что там шедевральные такие как бы все мы знаем все эти группы тяжелые до начала семидесятых годов в конце шестидесятых английские их не так уж и много и они все очень такие достаточно узконаправленные а в америке там поле было непаханное просто точнее засеянное там сотни групп которые играли тяжелую музыку все по-разному и все очень интересно и здорово ну короче говоря фриджи пинк god gave me you god gave me you первая песня широченная размашистая тяжелая и как бы как сказать баллада не баллада но такая про проникновенной такой выхлоп любви бог дал мне тебя как гейм и широкая мелодия разливистая с гитарой зафузованные вот что мне нравится здесь этот самый гарри томсом у него фуз настоящий такой гитара звучит плоско вот когда никаких обертонов когда фуз включаешь на такой 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 плоский жесткий металлический как жестяной такой звук настоящий никакой не там овердрайв блюзовый да с абертонами круглый такой мощно а тут такая жужжалка очень классно но это жужжалка она не мешает этот красоте мелодии god gave me you очень хорошо спета крайне шеем следующая песня просто тяжелый тяжелый на блюзовой основе тяжелый рок где гитара уже зажужжала все что можно просто накрыла своим железным листом но вокал все равно слышен очень хорошо очень здорово спета а вот i'm on my way третья песня это такой классный рок-н-ролльчик никакой там рок-н-ролльчик bubblegum а настоящий дышащий драйвовый прозрачный очень на удивление жужжалка ушла она присутствует в одном канале в другом канале ритм-гитара дико смешная дико смешная ритм-гитара очень здорово и так все чисто но на удивление после двух песен первых они как бы они все нет все чисто все правильно сыграно но они такие шершавые все такие шершавые от души а это прямо как будто какие-то пришли изысканные студийные музыканты профи хотя не было никаких здесь студийных музыкантов все сами сыграли парни и так все звучит просто как какая-то красота и при этом драйвово драйвово так так тащит такой свинг появился откуда не возьмись не знаю очень здорово driving blues чисто английская вдруг зазвучала история английский ритм-гитара блюз настоящий очень качественно чисто с игром жужжалка прижата фуза нет в таком количестве как у нас есть на крайне шеем скажем и такой абсолютно классический ритм-гитара такой же как tell me why последний номер но он пожестче погромче хард-рок отчетливый детройтский и на барабанах сыграно от души просто абы как но смешно и здорово и весело получилось end of the line на второй стороне пьеса настоящий хардешник уже пошел уже настоящий хардешник уже можно спутать даже там с deep apple ну правда в американском варианте и без без хамон торгана но такой просто вот туда же в обойму английского хард-рока запросто ну и конечно house of the rising sun знаменитая песня до которая продала эту пластинку сразу группу сразу все узнали потому что версия вот эта хаоса версия фриджит пинк этой песни она пришлась по душе гораздо больше и большему числу слушателей нежели версия эрика бёрдена и группы the animals ну она стоит того вы послушайте версию фриджит пинк она очень хороша потому что песня-то барышни от лица барышни которая поет о женской тюрьме многие считают что о борделе дом исходящего солнца бордель да на самом деле я склонюсь к версии что это название женской тюрьмы в новом орлеане отчетливая версия такая да существует и я думаю что это справедливо и в общем песня очень мрачная достаточно от лица барышни которая возвращается периодически в эту самую женскую тюрьму и поет о том что мама была парниха и папа был бродягой алкашом который отваливал все время из дома куда-то и такая тяжелая женская судьба и спета без надрыва эрика бёрденовского тоже громко в конце в последнем куплете распевно так но довольно отстраненно с интенсионные между отстраненно потому что ну грусть отчетливая но при этом она сыграна очень быстро тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын такой в ритм-н-блюзе в психоделическом ритм-н-блюзе из зафузованной гитары с барабанами то есть такой рок просто пошел никакого вот этого и отстраненный голос очень круто очень просто круто вон to be a lover дикая песня совершенно дикая вот тоже очень похоже на зачатки английского хард-рока с элементом фанка небольшим с гитарной отсечкой такой с этим самым нашим фузом любимым из адским соло на барабанах потому что ну рик стиверс все-таки и папа его менеджер и сам он такой отец основатель как бы коллектива связующее звено хотя он песен здесь не писал но был таким вот ядром коллектива хороший музыкант но сыграл такое барабанное соло от которого последние волосы дыбом встают вылезают и убегают разбегаются в разные стороны слушать очень интересно и играет потомом в основном и такой звук еще барабан что не поймешь иногда где работе где том и такое что-то в манере джинджера бейкера но довольно довольно хаотично я бы сказал как сыграно но в контексте песни в контексте всего альбома в контексте зафузованные гитары это все то что надо потому что если сыграл быть чистый барабанщик профессиональный там с огромным опытом как сейчас барабанщики играют даже в нашем городе это было бы все все бы умерла все бы было не то пришел бы чистый барабанщик с великолепной техникой и все и слушать уже нечего бы было там потому что скажет все фигня полная просто а когда свобода творчество такая это то что надо все же все же должно быть органично все должно быть все одно должно соответствовать другому и звук рождается именно из взаимодействия соответствия если приходит я играл как-то с консерваторским скрипачом я вам скажу это испытание не для слабонированных для для нас для бэнда который играл вместе с этим скрипачом потом на запись не вошла ни одна из из нот который сыграл скрипач консерваторский вот и бузин блюз последний номер неожиданно выключился фуз и джав с элементами джаза такой нежный проникновенный блюз с гитарным соло где все-таки перегруз включился не скажу что самая лучшая гитарная партия всех которых я слышал своей жизни но абсолютно соответствует тому что было в целом пластинка на 5 с плюсом на самом деле просто и ну для тех кто любит американский тяжелый рок начало 70-х годов точнее конца 60-х годов потому что 1970 год это еще 60-е да мы математику помним 70-е начинается 71 первый год семидесятых это 1971 а 70 это последний год 60-х пошел пить пока